Житель села Трубино Владимир Алексеевич пришел на плановый прием к депутатам Единой России с вопросом, решение которого, как он считает, затянулось. По его мнению, несколько лет назад при строительстве участка региональной автомобильной дороги Щелково-Фрянова, Мосавтодор не учло необходимость там водоотводной канавы. В сезон дождей между домами 33, 35, 37 и 41 образуется огромная лужа, мешающая гражданам ходить. Рядом с нами, буквально между домом 35 и 33, есть иная канала. Когда прокладывали шоссе, я подходил к рабочему, попросил ребятам сделать так, чтобы уклон чуть-чуть остался, буквально 50 метров, и она постекала в эту специализированную канаву. Они этого не сделали. Депутат Московской областной думы Николай Черкасов пообещал местному жителю оперативно связаться с Мосавтодором, чтобы те исправили недочет в своей работе. Сделаю обращение, вот мы с руководителем Мосавтодора нашим, попробуем все-таки разъяснить ситуацию. Пришедшие на встречу с депутатом обращались с разными вопросами, но большинство из них касалось доступности медицинских услуг. Сегодня это как никогда актуально. Мы понимаем тоже, что это нужно сделать. Причем речь идет о посещении врачей узкой направленности, об обеспеченности медицинскими препаратами, потому что, к сожалению, отсутствует даже аптечный киоск на территории Трубино. На встречу также пригласили представителя Щелковской областной больницы. Гражданам объяснили, как записаться на прием тому или иному специалисту. Объединение нашей больницы преследовало цель улучшить доступность для людей, для того, чтобы можно было записываться не только в своей поликлинике, а можно записаться в любое свободное окно, к любому свободному специалисту во всей Щелковской областной больнице. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.